Я 25, я больше никого не слушаю Сегодня поговорим про песню 25 Всем привет, меня зовут Лера Яскевич Совсем недавно я выпустила свой альбом Который называется «Тогда и сейчас после» И в этой серии видео я буду вам рассказывать Про каждую из песен, чтобы вас немного с ней Ближе познакомить и вспомнить Вообще самой, как это все начиналось И во что это в итоге вылилось Все началось с челленджа Дэмка каждый день, и я уже немного Зарылась в свой инстаграм В то время, и я поняла Что песня 25 Написалась на шестом дне челленджа А это значит, что до этого Мне пришлось написать Пять песен, которые Из них не выпустились Наверное, кроме одной домой Я помню, что когда я написала эту песню Я тогда очень сильно почувствовала, что Боже, это похоже на то, что я хочу делать Помню, что мне понравился Вот этот вот мотив бас-гитары Мне понравился Мотив гитар, мне понравился вот этот вот Легкий вайб, знаете, как из фильмов 2010-х, там что-нибудь про колледж, университет Когда только облет камеры Какое-то происходит Тебе рассказывают в главных ролях А на фоне играет какая-то такая Поп-рок композиция И я вообще просто с ума сходила По таким песням И, возможно, до сих пор схожу Концепция ощущается, кстати, сразу Ну вот забавно, что когда я писала демки Я думала, боже, это так потрясающе звучит Но это точно не может звучать еще лучше А сейчас слушаю, как это звучит в альбоме И думаю, боже, как хорошо, что все не остановилось на уровне демки И что переписались вокалы все И вообще песня нашла свой финальный вид Потому что в этом кусочке видео В этом кусочке видео готова всего лишь, по-моему, куплет Припев Или, по-моему, только куплет Да, я, по-моему, придумала вторую часть Уже ближе к своему дню рождения Это было как раз тогда, когда мне исполнялось 25 лет И я уже эту демку тогда использовала Как раз как звуковую дорожку для видео На свой день рождения Потому что, когда ты блогер Ты каждый год думаешь, как же всем рассказать, что у тебя день рождения Кто-то делает классные фотосессии Я давно уже такого не делаю Просто потому что обстоятельства такие Вот, и я поняла, что я хочу снять видео Я как раз тогда очень сильно чувствовала Что мне очень нравится то, что я делаю Мне начинало нравиться то, что я делаю И тогда я записала это видео Блин, оно такое классно Боже, точно! К тому моменту уже пришла звуковая карта И этот микрофон Я перезаписала голос Я офигела Моя жизнь поделилась на до и после Чтобы вы понимали, я потратила все свои заработанные деньги За вот тот вот зимний период И вложила их в микрофон и звуковую карту Я помню, наверное, тогда мне было немного сложно В плане того, что я, конечно же, хотела какую-то новую одежду И всякое такое Но я понимала, что я должна вложиться в это Потому что я думала, что вот я так на опорке буду зарабатывать деньги Спойлер! Кстати, интересно, фокус будет на меня Простите, если будет фокус не на мне сначала Потому что у меня новая камера И я все еще get used to it Я заказала оборудование И тогда записала голос И это было, конечно, что-то очень крутое А еще со звуковой картой Как подарочные такие штуки Шел Splice месяц Это там, где я беру разные сэмплы Автотюн И еще каких-то пару плагинов Шли бесплатно вместе со звуковой картой и микрофоном И я тогда скачала автотюн Я попробовала автотюн И моя жизнь поделилась на до и после Потому что настолько автотюн раскрыл Какие-то мои творческие, креативные чакры А еще для этой песни записано очень много голосов Вообще, как в целом, к большому количеству песен из альбома Потому что это как раз-таки, знаете Когда раньше мы шли на студию У нас было ограниченное время, чтобы записать голос Допустим, два часа в один день, два часа в другой И за все ты это платишь деньги Ты платишь деньги за час в студии Боже, надо было губы помазать блеском А сейчас я пишу голос дома Я могу потратить на это столько времени, сколько хочу Записать столько дороже, сколько хочу Если что-то мне не понравится, перезаписать И это, я вам скажу, просто супер круто Мне кажется, повлияло на то, как звучат песни в альбоме Потому что я всегда знала, что я могу что-то дописать И что-то добавить, что-то переделать А, ну и конечно же, стоит сказать, если вы вдруг не знаете Вся музыка к альбому написана мной Мне очень нравится, что песня 25 Она не совсем типичная по форме Если вы ее слышали Вы понимаете, что она состоит из двух куплетов Потом вступает бридж И потом вступает еще какая-то часть Непонятно, что это Это не было спланировано Опять-таки, как и весь альбом Все, что творчески из меня выходило Я старалась запечатлеть без какой-то оценки И вот только сейчас смотрю на это и думаю Боже, это так прикольно Хотя нет, здесь есть такой припев Но он типа 25 25 Раньше я бы себе, наверное, не могла позволить такое сделать Сейчас я просто понимаю, что если я чего-то кайфую в процессе Что мне что-то нравится То это точно нужно делать Блин, я очень горжусь этой песней Потому что она позволила мне быть собой Позволила мне стать Как-то легче относиться вообще к музыке И созданию текстов Созданию какого-то мира в песне Ну потому что это я И я хочу, чтобы музыка отражала меня В данный момент в своей жизни И вот так вот выглядит 25 Вот так вот выгляжу я в этой песне Мне уже скоро 26 Но я буду слушать эту песню 25 И вспоминать, какие большие изменения со мной произошли И что они стали началом и основоположником Чего-то вот большего, я надеюсь, в будущем Вот такой вот дайв в песню 25 Дайте знать, если вам нравится эта песня Дайте знать, что вы думаете насчет этого видео И вообще всего альбома Жду вас в комментариях И на всех музыкальных площадках Надо слушать альбом Уже не страшно, глупый показаться Знаю цену себе, чувствуешь вибрации А что ты думал, это кода медитации И вообще мне кажется, что у тебя закрыта сердечная чакра 25 Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!